Как не попасться на уловки мошенников? Активные жители Нефтьюганска вместе с сотрудниками полиции проводят профилактическую акцию. Их задача – предупредить. Моя коллега Валентина Зорина расскажет подробнее. Не дай себя обмануть и осторожно, мошенники рядом. Именно с такими предупреждающими фразами изготовили трафареты художники культурно-досугового комплекса. Также активисты принесли с собой кисточки и яркие краски. С утра мы побывали на стоянке дачных автобусов, поговорили с пенсионерами, которые готовились к отправке, нанесли там тоже две таких надписи, распространили памятки, которые нам предоставили. Возле церкви площади юбилейной и жемчужины югры. Теперь на самых оживленных улицах Нефтьюганска красуются яркие, цепляющие внимание надписи. А чтобы помнил каждый, как вести себя с дистанционными мошенниками, памятка в руки. Звонили вам, нет? В основном от банка звонят. Представляют сотрудники банка, предлагают на данные прозвучать. В общем, в принципе, можете сразу трубку уложить. Да, я обычно кладу себя, как слушаю. В принципе, самому, если что-то интересное, перезвонить на горячую линию, уже узнать, по какому вопросу вам звонили. Скорее всего, это были мошенники. Более ста памяток за сегодняшний день раздали нефтьюганцам. В них собраны самые распространенные схемы обмана. Это и подозрительные сообщения в соцсетях, и звонки от мнимых сотрудников банка. Сегодня была проведена систематическая акция. По крайней мере, мы выводим на уровень определенный ежегодный систематического предупреждения граждан о телефонных мошенничествах, о кибермошенничествах. Собственно, мы совместно с ОМВД по городу Нефтьюганска и селены общественного совета разработали определенные памятки. Отметим, за полгода в Нефтьюганске в сети коварных мошенников попали 102 жителя. Это люди разных возрастов. А чтобы и вы не примкнули к их числу, проявляйте бдительность и повышенное внимание в подозрительных ситуациях. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадио компания «Юганск», специально для программы «Вести Югоре». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова